Адлерский МФЦ Здравствуйте, я Инга Габеш и это программа «В курсе». Здесь мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Как Адлерскому подразделению МФЦ в городе Сочи удалось победить в самой престижной номинации Всероссийского конкурса и стать лучшим в стране, мы спросим у Владимира Кнышева, директора МФЦ «Курорта». Здравствуйте, Владимир Валерьевич. Здравствуйте. Поздравляем вас с победой в первую очередь. Спасибо. Расскажите подробнее, как оценивают участников этого Всероссийского конкурса и какие критерии учитывались, помимо отзывов жителей? Конкурс проводится по результатам 2015 года. Проводит его Министерство экономического развития Российской Федерации по поручению председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. Конкурс проводится уже второй год. Если в первый год мы не участвовали в конкурсе, мы, наверное, морально готовились к нему, то в следующем году, в 2015, на второй год учреждения, мы уже решили участвовать. Тем более, что на это было личное поручение руководства края. 4 мая 2015 года мы открыли наше адлерское подразделение. Это самое молодое, самое красивое, самое продвинутое в оформлении, в оснащении, в техническом, в том числе, оснащении подразделения. И уже летом 2015 года мы, став лауреатами краевого конкурса «Лучший МФЦ Краснодарского края», получили право представлять Краснодарский край на федеральном конкурсе «Лучший МФЦ Российской Федерации» 2015 года. Критерии оценки, они достаточно обширны. Дело в том, что мониторинг заявок, поданных на конкурс, а заявок поступило свыше 90 от МФЦ Российской Федерации, проводился в течение трех с половиной месяцев, с середины ноября по первое марта. То есть у Министерства экономического развития было достаточно времени оценить нашу работу по самым-самым различным критериям. Это не только количественные показатели и характеристики, которые были предоставлены в нашей заявке. Это были у нас и тайные покупатели, был и обзвон нашего центра телефонных обращений, которые у нас для всего города едины, с бесплатными звонками со всех телефонов. Это и использование внедренной по всей России системы «Ваш контроль», ее внедряло также Министерство экономического развития Российской Федерации. И, я думаю, посетители наших МФЦ обратили внимание, что на каждом окошке так называемый планшет оценки качества расположен, где они могут по пятибалльной системе оценить, насколько качественно им предоставлено организованное предоставление услуг в многофункциональных центрах города Сочи. Кроме того, оценивались показатели опроса населения, который также производился независимой компанией, уполномоченной Министерством экономического развития. По всем этим параметрам мы смогли одержать победу. Но вот когда подавали заявку, не было ли все же сомнений, как-никак многофункциональный центр «Адлергский» работал на тот период меньше года? Вы знаете, нет. Дело в том, что победа в этом конкурсе — это победа всего МФЦ города Сочи. Это единая большая организация с хорошо поставленной и организованной системой работы, системой приема сотрудников новых обучений, их адаптации. Постоянное повышение квалификации, которое проводим мы. Поэтому при открытии «Адлерского центра» все эти инновации были моментально внедрены в его работу. И он на проектную мощность вышел фактически за три недели. К примеру, приведу, что Лазаревский МФЦ на проектную мощность вышел только через три месяца работы. Поэтому сомнений не было никаких. А были ли участники на конкурсе, которые по каким-то показателям обходили сочинские МФЦ? Была оценка на всероссийском конкурсе еще так называемых внедряемых проектов. МФЦ «Москвы», города Москвы, выиграл с проектом «Бессмертный полк», потому что они были инициатором внедрения этого проекта. И через систему МФЦ, куда любой гражданин может обратиться, подать заявку на то, чтобы его родственников внесли в списки «Бессмертного полка». Кроме того, МФЦ Республики Дагестан выиграл с проектом собственные службы кадастровых инженеров. Проект, который достаточно интересный у них получился, у них очень большие площади и территории. Я был там, я смотрел их работу. Мы постоянно пытаемся изучать прогрессивный опыт других МФЦ для того, чтобы реализовать у себя какие-то новшества. У них это было бы востребовано. Огромное количество земель, которые практически не поставлены на кадастровый учет. При этом они организовали службу, все-таки существуя в формате государственного учреждения, с совершенно недорогими тарифами. Вы уже сказали, что в 2015 году Адлежский МФЦ стал лауреатом краевого конкурса «Лучший МФЦ Краснодарского края». Заявку на участие во всероссийском конкурсе вы подали по поручению губернатора? Совершенно верно. Вениамин Иванович Кондратьев дал поручение руководству города о том, чтобы обеспечить участие во всероссийском конкурсе. Ну и с напутствием победить, что мы фактически реализовали. Как бы то ни было, недовольны работой МФЦ горожане и в целом кубанцы все же остаются. Вениамин Кондратьев говорит о необходимости улучшения работы всех МФЦ края. Давайте послушаем его комментарий по этому поводу. Что требуют люди? Максимального внимания, просто человеческого внимания. Со стороны тех, кто принимает у них документы и их консультирует. А когда их футболят, они это тоже ощущают. Главы, возьмите на личный контроль работу центров под личный контроль. И не относитесь к этому формально. И при вашем личном контроле, я уверен, что не будет и формализма, и не будет вот тех нареканий на то, что я пришел и подготовил документы, а меня с ними отправили. Опять-таки власти Кубани, сам губернатор говорит о том, что в систему нужно внедрять новшества. Что еще можно придумать инновационное для наших МФЦ, которые считаются и так продвинутыми? Вы знаете, у нас уже реализовано в данный момент информационно-межведомственное взаимодействие по закрытым каналам связи, которые защищены в соответствии с требованиями законодательства. Поэтому, как я уже упоминал, есть некий исчерпывающий перечень документов, которые должен предоставить заявитель. Все остальные документы, которые необходимы для исполнения соответствующих муниципальных или государственных услуг, должны собрать либо МФЦ, либо сами органы в порядке межведомственного и электронного взаимодействия. Законом жестко регламентирован срок исполнения таких запросов. Эти запросы у нас уже работают. Срок исполнения 5 рабочих дней. И, скажем, заявитель не обязан уже предоставлять ни выписку из единого государственного реестра юридических лиц, если обращается юрлицо. Он не должен подтверждать свои права владения недвижимостью. Всю эту информацию мы получаем по закрытым каналам связи. Кроме того, есть одно из направлений, над которым в данный момент ведется работа. Это так называемые электронные госуслуги. Сочи прогрессирует в этом направлении. Уже на данный момент большинство муниципальных услуг, которые в соответствии с законом возможны к предоставлению в электронном виде, там тоже есть некий ограниченный перечень. Переведены в электронный вид и размещены на региональном портале государственных услуг. Далее Краснодарский край будет вести работу о том, чтобы все муниципальные услуги были представлены на едином федеральном портале государственных услуг. На данном этапе мы находимся в числе лидеров Краснодарского края по переводу услуг в электронный вид. На данный момент их уже переведено свыше 80%. То есть перспектива из дома подать заявку и дома же ожидать результата, она реальна? Она абсолютно реальна. Правительство Российской Федерации уделяет серьезное внимание этому вопросу. Министерство связи и массовых коммуникаций России тоже самое уделяет достаточно внимания развитию этого вопроса. Я думаю, что уже в 2016 году ряд муниципальных услуг, если мы говорим сейчас фиксированно о работе нашего муниципалитета, будут полностью доступны для предоставления в электронном виде. Давайте все же поговорим о сегодняшнем дне. Подробнее расскажите, какие услуги на сегодняшний день предоставляются МФЦ? В данный момент в МФЦ города Сочи и, наверное, в МФЦ всего Краснодарского края предоставляется свыше 200 государственных услуг федерального и регионального уровня, из которых порядка 60 услуг — это услуги муниципального образования города Сочи. Это основная масса услуг, которые наиболее востребованы у жителей нашего города. У нас можно получить документы на материнский капитал, то есть сертификаты, можно поменять паспорт, получить разрешение на строительство, получить архивные справки, стать предпринимателем, зарегистрировать юридическое лицо новое. Масса услуг, все их перечислять займет достаточно длительное время, но эти услуги все абсолютно работают, потому что, проводя статистику, мы получаем информацию о том, что востребованы абсолютно все услуги. Соответственно, наше население в МФЦ может получить исчерпывающий перечень того, что им нужно в принципе в повседневной жизни. Отдельно хотелось бы обратить внимание на то, насколько наиболее востребованы услуги Росреестра. Обращение по этим услугам составляет порядка 40% от общего количества обращений. При этом, находясь в постоянном взаимодействии и контакте с руководством соответствующей службы Росреестра по городу Сочи, мы постоянно совершенствуем качество приема документов для того, чтобы люди получали большее количество конечного результата в виде зарегистрированных прав и все-таки меньше приостановок и отказов. То есть Росреестр — это наиболее популярное направление? Наиболее популярное направление. Ну вот наряду с этим популярным, какой еще можете назвать, что еще понадобится большим спросом? Нет, большим ничего. Если Росреестр рассматривать в комплексе вместе с подведомственным подразделением Государственной кадастровой палаты, то услуги по регистрации прав и перехода прав в собственности, услуги по постановке на учет и предоставлению информации, содержащейся в сведении Государственного кадастрового учета и Единого государственного реестра недвижимости, они наиболее востребованы. А есть ли подразделения, которые отказываются совместно работать? Вы знаете, нет. Может быть, в первые годы работы в 2010-2011 еще не было осознания у федеральных служб, даже у региональных служб того, что МФЦ — это, по сути, будущее. Это новый фронт-офис власти, который не запятнал себя ни коррупционными составляющими, больше того, являясь, наверное, одним из первых барьеров на пути к коррупции. Поэтому сейчас таких проблем нет. Все руководители и территориальных управлений регионального уровня, и территориальных управлений федеральных служб и органов исполнительной власти, и тем более руководители по городу Сочи, постоянно находятся с нами на контакте. Мы встречаемся, мы проводим рабочее совещание, мы решаем какие-то сиюминутные текущие проблемные вопросы, которые возникают при организации предоставления государственных услуг. И, по сути, это получается эффективно. Да, это очень важно. Сотрудники МФЦ, кто эти люди, с каким образованием, по каким критериям опять-таки отбираете? Вы знаете, критерий у нас один — желание работать. Желание работать с людьми, ну и, наверное, определённый склад характера у них должен быть. Это не должны быть люди злобно настроенные против других людей, потому что первая и главная их задача — это общение с людьми. Зачастую к нам приходят заявители, которые не могут чётко сформулировать проблематику вопроса. И наш специалист, просто ему в должностных обязанностях введено выяснение этого вопроса в мягкой, корректной форме. То есть программа клиента ориентированности работает у вас? Однозначно работает. Кроме этого, мы выставляли свои требования по образованию, критерии по образованию, после чего мы отказались, потому что у нас, к счастью, работают замечательные специалисты, работают по многу лет, которые имеют просто среднее образование, но при этом они хорошо подготовлены, компетентные, доброжелательные. В общем, великолепные специалисты, что, как говорится, образованием человека не испортишь. Вот они у нас такие. Сейчас у нас уже создан кадровый определённый резерв. Если у нас появляются вакантные должности вне зависимости на постоянной основе, то есть увольняется человек, либо уходит в декрет, такие у нас тоже есть. То есть мы в первую очередь приглашаем тех людей, которые у нас уже проходили анкетирование, причём анкетирование можно пройти у нас на сайте. Наши заявки постоянно находятся в Государственной службе занятости. Мы взаимодействуем со всеми инстанциями по вопросу трудоустройства людей. Конечно, те, кто прошёл анкетирование, они имеют приоритет при приглашении на собеседование. Далее им проводится достаточно обширная экскурсия с чётким описанием, к чему сводится работа. Если человек считает, что он готов, он приступает к работе у нас в учреждении. Как часто случаются выезды в отдалённые уголки города, в сёлах? Мы одни из первых в России реализовали программу «Мобильный офис». С 2010 года у нас есть микроавтобус, который, соответственно, оборудован для возможности приёма в удалённых сёлах без привязки к снабжению электричеством. То есть полностью автономный офис. Ранее он не был востребован, народ не знал. После того мы стали ездить по нашим сельским поселениям, по достаточно удалённым, вести пропаганду того, что это возможно. Возможно, не выезжая в город из отдалённого населённого пункта, получить государственные и муниципальные услуги. На данный момент он востребован, ездит достаточно часто. Причём у нас два варианта. В соответствии с постановлением главы города можно заказать выезд как за деньги, так и достаточно обширный перечень льготных категорий. Это можно перечень самих категорий уточнить. Опять же, у нас на сайте либо по единому номеру телефона, к которому мы ездим бесплатно. Ездим мы достаточно часто. Например, на прошлой неделе было аж 4 выезда. Обращаются, поддаются реакции. Обращаются, востребованы. Очень удобно. Власти говорят о том, что МФЦ — это шаг в борьбе с коррупцией. Здесь исключаются личные контакты. Какой путь проделывает заявление после того, как оно отдано вашему сотруднику? Действительно ли это помогает избежать бумажной волокиты? Мы считаем, что да. Потому что, помимо, конечно, основного фактора — это исключение прямого контакта заявителя с исполнителем, все-таки отлажена у нас достаточно четко система контроля прохождения документов, так называемая система исполнения регламентов. С самого первого момента документы, которые подали в окно МФЦ, проходят обработку в информационно-аналитическом отделе, который их ставит сразу на контроль. В свое время очень тяжело давалась на уровне муниципального образования работа по регламентации услуг. В данный момент работа эта полностью завершена. Все муниципальные услуги имеют административные регламенты в соответствии с требованиями российского законодательства. И в этих административных регламентах совершенно четко прописаны следующие основные моменты. Первое. Исчерпывающий перечень документов, которые должен предоставить заявитель. Мы не вправе требовать от заявителя каких-либо иных документов, отличающихся от этого перечня. Исчерпывающий перечень прописан возможных причин отказа. Точно так же службы, исполняющие муниципальные услуги, не имеют права отказывать по надуманным причинам. То есть эти перечни все утверждены в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, основной блок в регламентах — это описание административных процедур, где по дням фактически расписано, кто, где, сколько хранит документы. Мы со своей стороны этот процесс постоянно контролируем. То есть постоянно мониторятся так называемые, у нас это так называется, тревожные списки. То есть дела, которые должны быть готовы на ближайший день или два. Кроме того, контролируем, помимо сроков исполнения, все-таки качество исполнения. Опять же, мониторятся все отказы и возможные приостановки исполнения услуг на соответствии требованиям административных регламентов и действующего законодательства. Были у нас случаи, когда отказывалось незаконно. Мы эти документы без остановки срока возвращали на исполнение с требованием от имени заявителя, что позволяет нам закон федеральный 210-й об организации предоставления государственных услуг наделяет полномочия МФЦ контроля за исполнением услуг. Мы используем это все в полном объеме. Кроме этого, еженедельно списки по услугам, которые исполнены с нарушением сроков, подаются лично главе города. Анатолий Николаевич по ним уже неоднократно принимал решения как дисциплинарных обращений, дисциплинарных взысканий, так и кадровые. Звание Адлежское подразделение получило высокое. Лучше МФЦ Российской Федерации первой категории. Собираетесь ли останавливаться на достигнутом или есть новые планы? Вы знаете, мой девиз, от чего страдают, наверное, мои работники, это шаг вперед, это два шага назад. Чтобы двигаться вперед, нужно постоянно делать более одного шага, то есть два. Поэтому это, конечно, для нас очень ценно, это звание. Это высокая оценка нашего труда, многолетнего труда, не только того, что у нас год работает Адлерское подразделение, это многолетний труд всего коллектива. Тем не менее, мы не намерены останавливаться, мы намерены увеличивать количество услуг, улучшать качество обслуживания заявителей, предлагать какие-то новеллы, которые будут востребованы у заявителей, потому что наши подразделения, все четыре внутригородских, они достаточно серьезно отличаются и от многих общекраевых МФЦ. То есть то, что у нас реализовано, они еще только мечтают об этом. Поэтому мы будем идти вперед. Пока достаточно этих четырех? Вы знаете, я думаю, да. У нас выполнено требование указа президента 601, так называемого из серии майских указов, по обеспечению 90% доступности. На данный момент все четыре внутригородских района охвачены, располагаемые в них центрами. Поэтому у нас стопроцентное покрытие. Однако, возможно, в будущем мы рассмотрим варианты все-таки приближения мини-офисов к людям. Кстати, в МФЦ работает колл-центр. Номер телефона вы сейчас видите на экране. Решить множество проблем в одном окне сегодня могут как жители городов, края, так и станиц. Но борьба с очередями у кабинетов чиновников будет продолжена. Сеть МФЦ планируется расширять и работать они должны будут по принципу самого молодого на сегодняшний день адлежского подразделения. Качественно, доступно и оперативно. Напомню, гостем нашей студии сегодня был директор МФЦ города Сочи Владимир Кнышев. Владимир Валерьевич, спасибо вам огромное за беседу и исчерпывающие ответы. Спасибо вам. На этом время нашей программы подошло к концу. Будьте в курсе всех городских событий. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин